Приветствую вас и вы знаете, я хотел бы ответить на ваш вопрос с позиции треугольника Карпмана. Треугольник Карпмана – это психологическая теория, которая, на мой взгляд, идеально подходит вашей ситуации. На момент записи данного ответа у вас не было ответов, в которых бы содержалась данная информация по треугольнику Карпмана. И поэтому я, с вашего позволения, немножечко о ней расскажу. Треугольник Карпмана состоит из трех основных элементов. Первый элемент – это жертва, и в данном случае жертва – это ваш мужчина. От него ничего не зависит, он слабый, он зависимый, как вам сказал мой коллега. У него есть, в общем-то, проблемы, ну, которые есть или нет. Это я не думаю, что можно ставить диагноз. Вот, по крайней мере, я увидел то, что мужчина не готов нести за себя ответственность и, в общем-то, не готов делать выбор. А также у него есть определенные страхи. Это да, это действительно так, но насчет невроза я здесь говорить не хотел, потому что, ну, нужно с человеком пообщаться все-таки непосредственно, чтобы иметь возможность ставить диагноз. Вот. Значит, что касается жертва. Жертва – это, как я уже сказал, человек, у которого всегда кризис. Всегда кризис. И этот кризис человеку удобен. Он удобен ему, потому что не нужно из него выходить. Он удобен ему, потому что человек может посваливать на другого, ну, в данном случае на бывшую девушку что-то. И тогда, то есть жертва – это ваш молодой человек, который мягкий, обходительный, который очень тактичный, с которым хорошо, приятно даже, но который при этом не может, видимо, отстоять свою позицию. Как бы это причина не было. Далее. Второй фигурой является тиран. Тиран – это эдакий злодей для жертвы, который постоянно портит жизнь жертвы. И, по мнению жертвы, портит жизнь он не только ей, но и вообще многим всем, в том числе и жертвы. Вообще тиран – это очень агрессивный человек, который думает только о себе и о своих желаниях. Ну, давайте не будем таять греха и скажем, что именно так бывшую девушку вы и воспринимаете. Она его долбила, она его сломала, она забеременела от него, ну, видимо, от мужчины вообще ничего не зависит в этом плане. Вот. И, собственно, она вообще, ну, зло. Она зло в своем проявлении. Она зло во всех проявлениях. Отличительная особенность тирана в том, что он – тиран. всячески подавляет жертву. И здесь нужно сказать очень важную вещь, что жертва всегда обвиняет тирана во всех грехах и, собственно говоря, выставляет этого самого тирана, ну, вот как агрессора. Как агрессора и как единственного, ну, собственно, единственного, единственного виновного в том, что происходит в жертву. И, наконец, третья фигура. Третья фигура – это спаситель. И, конечно, здесь довольно неоднозначно все, потому что вы, по идее, вы спаситель по этой схеме. Но вы не совсем спаситель. Дело в том, что вы в мужчине нуждаетесь по одному очень важному вопросу. А это значит, что у вас в некоторой степени смешные роли. То есть, мужчина вам нужен. Одновременно вы его, как бы, одновременно спасаете. И в то же время вы его, вы в нем нуждаетесь. Несмотря на то, что вы в нем, вы его, вроде как, спасаете. И вот это, ну, в некоторой степени это, конечно, здесь является отклонением от, ну, изначальной теории, да. Но, в целом, я думаю, что, если вот брать в общем, то это именно такая вот, значит, такая вот схема. И тогда, и тогда, что мы имеем с вами тогда? Тогда мы имеем, что, во-первых, мы имеем вас, человека нуждающегося в мужчине, Я comprised и определенно нуждающегося. И в общем-то, довольно, видимо, сильно нуждающегося, раз вы вот так позволяете ему с собой вести себя С другой стороны, у вас явная обида на мужчину. Ну, вид, конечно, ваш эмоциональный вовлечённый объективно мешает вам действительно посмотреть на ситуацию со стороны Вам нужно перестать воспринимать мужчину как спасителя своего и как жертву Знаете, то есть вы его, с одной стороны, обрадуете, вы его как бы жалеете, я почему об этом говорю, потому что, вот смотрите, вы говорите, что вот она его долбила, 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 вот и он сломал То есть это она его, получается, сломала, ну, по вашему мнению, получается, она его сломала, по вашему мнению Но это же не так Это же не так Не она его сломала А он Он позволил себе сломать себя Женщина, ещё раз повторю Она просто преследует свои цели И она, в общем-то, имеет на это полное право Она имеет полное право преследовать свои цели Ну, потому что, в общем-то, это её желание и, как бы, она их хочет удовлетворить Она, опять же, может хотеть привязать мужчину, если угодно, она может хотеть привязать мужчину к себе Это, опять же, её право То, что она забеременела и так далее Понимаете? Это всё, это всё Действительно, её право, её ответственность, но Но, поймите, что мужчина за это ответственен не меньше, а то и больше Понимаете? Мужчина ответственен за то, что произошло Мужчина ответственен за обман Например, за обман вас, он ответственный За то, что скрывал, он ответственный, да, и так далее За то, что вас предал За то, что он не озаботил за средствами защиты Если не как раз в себе ребёнка И так далее Ну, не изнасиловалась же она его, в конце концов Понимаете? Поэтому один момент, на который я хотел бы Чтобы вы обратили своё внимание Это стремление его оправдать И я, в принципе, я понимаю, почему вы хотите его оправдать Я понимаю Но и вы поймите, что это не повод в любом случае С другой стороны Вам явно нужна помощь И вот здесь-то возникает вопрос Вы когда с мужчиной встретились Вы как? Тоже ожидали, что он будет вам помогать? Или что? Вы изначально, заведомо, знали Что вам потребуется помощь Или как? И если нет То, что вам мешает Уже сейчас Искать себе Другого мужчину Точно так же, как вы собирались Только без вот этого фона Без фона этого мужчину Потому что он Будет вас отвлекать Он будет вам обещать И он будет вам не давать Как бы и что вы ни говорили Искать Настоящего мужчину Ну, себе настоящего мужчину Понимаете? То есть Иными словами Человек будет вас тормозить Конечно Решать вам Если помощь вам нужна Серьезно Если помощь вам действительно нужна Если Так получилось Что Ну, что Вам нужна помощь Ну, вот так получилось Да, вот Ну, бывает Что вот Нужна помощь Что поделать В этом В этой ситуации Конечно Можно говорить о том Что Ну Как бы Действительно Вы можете Принять Его Действительно Вы можете Принять Его помощь Действительно Вы можете Ну Позволить Ему вам Помочь Действительно Вы можете Это сделать Но Только Строго Определенно только, значит, только абсолютно четко, дозировано, понимаете? Чтобы не было никаких иллюзий у вас, вы можете ему не говорить об этом, о том, что вы его используете, если хотите. Но вести себя с ним вам нужно именно так. Потому что его предложение для вас оскорбительное, по сути. И только если вы хотите одного и того же, только если вам нужно то же самое, что нужно ему, ну, вот так получилось, то да. В этом случае вы можете согласиться на предложение мужчины и, значит, как бы, ввязаться в его игру, да, вот. Ну, ответить ему взаимную взаимность вы можете. Ну, еще раз повторю, без эмоционального вовлечения и как только вы познакомитесь с каким-нибудь другим мужчиной, который вас как-то вот, ну, удовлетворит, который вам понравится, да, и так далее, как только вы это сделаете, вам, ну, не будет тут же с этим вот человеком расстаться. Если вы уверены, что эмоционально готовы это сделать, если вы уверены, что вы силы к этому сделать, если вы уверены, что справитесь с этим, то вступайте. Вступайте в его игру, принимайте его в приглашение и так далее. Это ваше браво. Но, если у вас в душе клеит обида, то я бы не рекомендовал вам вступать с ним в отношения. Потому что обида порождает желание эту обиду как-то купировать, обида порождает желание как-то ее нивелировать, обида порождает желание что-то доказать, что-то доказать в первую очередь другому человеку, потом, конечно же, себе. А доказывать здесь ничего не нужно. Доказывать бесполезно. Мужчина, он выбрал свой путь. Мужчина, он идет своей дорогой. Это его выбор. Правда, выбор самый легкий. И вы на его выбор повлиять не можете, не должны, и вам нужно его выбор принять. То есть, смотрите, какая опасность вашего вопроса? Вы, в принципе, говорите все правильно. Вы, в принципе, верно все понимаете, но опасность в том, что вы нуждаетесь в этом мужчине. Опасность в том, что он в некоторой степени манипулирует вами, он в некоторой степени шантажирует вас, предлагая вам то, что нужно, и взамен пытаясь получить то, что нужно ему. Понимаете, да? И в этом, собственно, и кроется опасность, потому что вы зависимы. Вы как бы впадаете в зависимость, да? Вот. Значит, ну вот вы здесь рассказываете про его депрессивное состояние, запил, ай-яй-яй, какой бедный. Вот. Четыре месяца он жил с ней, потом я узнал, почувствовал себя преданной, правильно психанул и рассказал ей, полностью порвало отношения. Верно. Девять месяцев спустя он вернулся, мы встретились, это была встреча полна эмоций, и мы не удержались, и переспали. Вот тот же момент, что вы не удержались и переспали. Вот это вот ваша, знаете как, ваш бег от ответственности. То есть, либо вы действительно не ответственны за себя, за свою жизнь, и не осознаете того, что делаете, либо вы, ну как бы испытываете серьезные проблемы. Например, с нахождением в одиночестве, без мужчины. Вы говорите вот, что я скучала по нему. Как можно скучать по человеку, который вас предал, который вас обманывал, который вам изменял, ну пусть вы и ничего друг другу не должны, но тем не менее. Как можно скучать по этому человеку, загадка. А это, это значит только то, что он нужен вам для удовлетворения потребности. То есть, если я скучаю, значит я в нем нуждаюсь. Если я в нем нуждаюсь, то это моя проблема, я это вичный. Я изначально в человеке нуждаться не должен. Понимаете? В чем дело? Вы говорили о том, что... Так. Что вы встречались с ним год. Срок, конечно, большой. Год. Но хорошо, что за год не поженились. Я понимаю, что вы успели привезуться к нему, понимаю, что вы успели привыкнуть к нему, но все же, если у вас были независимые отношения с вашей стороны, то скука, тем более на протяжении 9 месяцев, выглядит довольно странно. И, опять же, заставляет задуматься о том, а завершили ли вы отношения с ним до конца. Значит, говорит, что ему со мной хорошо, и вот он очень хочет дружить. Ну, это не дружба. Это... Вы тут ставите знак вопроса, это не дружба. Это использование вас. Так. Значит. Ну, про беременность, про то, что она скоро родит. Ему видите, как вы видите на нее плевать, на ответственность плевать. Вот посмотрите, какого вы мужчину хотите к себе приблизить. Вы хотите приблизить к себе мужчину, которому плевать на ребенка, плевать на то, что у него ответственность за него, да, который накатил, пошел и с вами изменил своей женщине. ну, другой, который ждет от него ребенка. Специально, не специально, он в этом тоже уже участвовал. Вот вы задаете себе вопрос, вы хотите такого безответственного мужчину, а самое главное, зачем он вам? И самое главное, какое препятствие у вас для того, чтобы найти другого? Говорить, что очень ему нужна, очевидно, конечно, говорить, что не будет никаких тайм из этих отношений. Ну да, зато будет женщина с ребенком, да, обещает помощь в работе, значит, в этом не нужно. Но это как, знаете, уже попытка привязать вас к себе откровенно, откровенно. То есть, это уже заискивание, это унижение. Опять же, нужен ли вам такой мужчина? Я не знаю, как поступить, потому что он действительно тот человек, который меня понимает, который может оказать поддержку именно, именно такую, в которой я нужна. Мне очень приятно снимать ситуацию. Знаете, да, он может это сделать, до сих пор, пока ему это выгодно. Да, он может это сделать, до сих пор, пока это соответствует его интересам. Но он не готов взять ответственность, он не готов отвечать за твои слова, он ненадежен. Это то, что вам нужно знать. Если вы как женщина готовы принять ненадежного мужчины, значит, вам нужно самой быть надежной, значит, вам нужно будет стать мужиком, а его, значит, делать женщиной. И это именно то, к чему он стремится. Знаете, помочь, поддержка, все вот это, это функция женщины. Это не мужская функция. Это женщина поддерживает мужчину, а не наоборот. Ну, если вас это устраивает, если вам ваши потребности дороже, нужнее, то вам решат. Понимаете, дело здесь не в ней, не в другой девушке. Вот вы говорите, что я не понимаю, какое отношение к ней. А у него отношение к ней такое, что он знает, что она у него всегда есть. Она у него всегда есть, она с ним, и все, все. он не готов стоять, потому что он боится. Он мог бы это сделать, он мог бы это сделать, но он не готов. Он ее посылал, потому что знал, что это ее не остановит. А нужно было для вида это сделать, он это сделал. Знаете, женщина никогда не забеременеет, если мужчина не захочет. Не напоилась она его в самом деле. Я не думаю, что их отношение нормальное. Ну, там отношение нормальное, не нормальное, это их право. Вы оставьте их отношение им. Вам надо свои отношения выстраивать с мужчинами. Я думал о том, чтобы использовать его для своих целей, раз он так сильно хочет общения со мной. Но об этом я вам сказал. получить то, что мне нужно, помощь, поддержку, хорошо время провождения, искать другого мужчину. Да, звучит красиво, но проблема в том, что совершенно не факт, что вы сможете это сделать. Понимаете? Вот. Совершенно не факт, что вы сможете искать другого мужчину. вот в этом вся большая проблема. Потому что женщина, если она спит с мужчиной, она как правило перед ним раскрывается. И немало, немного женщины могут спать одним, а искать другого. и мне это подсказывает, что вы не такая, чтобы так делать. Вы говорите, я думаю, использовать его, это скорее от обиды. Но мне показалось, что это от обиды. Вот. А если вы были такой, какой вы себя выставляете в тексте, вы бы не пришли к нам на сайт и не искали бы у нас совета. Понимаете? Вот. Ну, в общем, наверное, это все. Никакого конкретного совета я вам дать не могу, потому что это было бы нарушением этики. Могу сказать только то, что если вы хотите оставаться женщиной, если вы не хотите из мужика делать женщину, если вы хотите себе надежного мужчину, если вы хотите здоровых отношений, не таких, как у него с его девочкой, то с этим мужчиной вам нужно остаться. подумать как-то как-то решить свои проблемы, как-то решить свои вопросы, выкрутиться, друзей попросить там, что-то еще сделать, но не быть зависимым от этого мужчины, потому что он вам скорее всего будет потом это же ставить в виду, вот я тебе помогаю, вот я тебе это, не уходи, ты мне должна, ты мне благодарна, он будет скорее всего давить вам на все свое время, и он будет вести себя так, как ведет себя его женщина, потому что она это зеркальное отражение его, понимаете, а он он это в некоторой степени отражение вас, то есть он отражение ваших потребностей, что вы ставите желания свои на первое место, это ваше право, но будьте готовы к последствиям, а последствия только одни, не свобода, и свобода, и риск, риск своей самостоятельности, риск своей свободы, опять вы можете сказать, я все контролирую, я постоянно держу руку на пульсе, и так далее, ваше право, ваше право, если сможете выловировать так, что мужчина не возымеет над вами власти, все здорово, все здорово, но не бывает так, чтобы можно было получить у жизни, очень резко бывает так, что можно получить и то, и другое, чтобы получить одно, нужно отказаться от другого, если вы хотите мужчину найти, нужно отказаться от этого, но решать вам, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...